МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По новой линии в Бобруйске открыли участок дороги по улице Попова. Мы продолжим эту работу в городе Бобруйске. Какие объекты в планах благоустройства? Дом для детей, социально-педагогический центр изменил прописку. Да, мы будем двигаться, но уже созданы великолепные условия. Где теперь обитают маленькие жители? Сила в единстве. Во Дворце искусств прошел праздничный концерт. Удовольствие нереальное, честное слово. Чем порадовали зрителей? А также награды для лучших и повышенное внимание. ГАИ области усилит контроль на магистралях. Кого возьмут на карандаш? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Виталий Гаврусев. Задач много, цель одна. Знаковый для страны день Александр Лукашенко вручил госнаграды. Президент отметил, народное единство заключается в том, когда каждый сконцентрирован на своих задачах и целях. А общий результат делает Беларусь красивой, уютной, благополучной и мирной. Спасибо за труд. Спасибо всем, кто на пути к успеху стал для вас надежной опорой. Родным, близким, друзьям, коллегам, вашим сослуживцам. Личная награда – это всегда результат совместной командной работы. Также за каждым достижением страны, историческим, современным, всегда стоял и будет стоять весь наш народ. С праздником вас! С Днем Народного Единства! Среди награжденных работники сферы образования и здравоохранения ученые и производственники без внимания не остались деятели культуры, спортсмены и тренеры, которые отметились на Олимпийских играх, работники лесных хозяйств и энергетики, ликвидировавшие последствия летней непогоды, а также те, кто самоотверженно хранит мирное небо синёкой. Акцент на сохранение жизни. С 17 по 24 сентября ГАИ области уделит повышенное внимание безопасности уязвимых участников дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции совместно с другими службами проведут работы по изъятию из проезжей части нетрезвых граждан. Только за минувшие выходные на дорогах страны произошло 288 ДТП с материальным ущербом, а также 18, в которых 2 человека погибли и 18 получили травмы. Задержаны 107 нетрезвых водителей. Пресечено 236 фактов управления бесправниками. За превышение скорости оштрафованы свыше 1100 шоферов. Более полутора тысяч пешеходов и велосипедистов привлечены к ответственности. 200 из них были пьяны. В условиях стремительного сокращения светлого времени суток госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными за рулём. Выбор наиболее безопасной скорости с учётом погодных условий и видимости, особенно при проезде опасных участков, в районах лесных массивов, позволит избежать трагедии. Пешеходам важно заботиться о своей безопасности. Пересекать проезжие части исключительно в установленных местах, заранее убедившись, что водители вас заметили и пропускают. К слову, 12 сентября на общественное обсуждение вынесли законопроект об изменениях ПДД. Предлагается обязать велосипедистов спешиваться во время пересечения проезжей части, а самокатчиков приравнять к водителям. Высказать своё мнение может каждый желающий до 27 числа. Для удобства и комфорта в День народного единства на улице Попова открылся новый участок дороги. В знаковый праздник, соответствующий церемониям, на торжественное открытие собралось руководство города, депутатский корпус, делегации из городов-побратимов, молодёжь, местные жители. Право перерезать ленточку предоставили председателям горисполкома и горсоветам, а также руководителю предприятия, которое выполняло работы. Ответственный за отрезок пути ДСУ номер 16 начало было положено ещё в первых числах апреля. Более 1200 метров дороги и порядка 6000 квадратных метров тротуара сегодня позволяет разгрузить транспортный поток, обеспечит жителей комфортом. А 8 парковок, различные вместимости и крытые велогаражи обеспечат чистоту и порядок между частным сектором и многоэтажной застройкой. За качественное выполнение своих обязанностей сотрудники организации были удостоены наград. В канун государственного праздника мы открываем знаковые объекты для наших бобручан. И этот день не стал исключением. Мы открыли новую артерию улицы Попова. Комфорт для жителей этого микрозоны. И мы продолжим эту работу в городе Бобруйске. Открытие таких объектов – традиционное событие в День народного единства. Председатель горисполкома анонсировал благоустройство Ульяновской и Широкой. Работы уже стартовали. К слову, Бобруйск – лидер республиканского смотра, санитарного состояния и благоустройства населённых пунктов Беларуси. Вручение переходящего вымпела состоится 20 сентября. Смена прописки. Социально-педагогический центр обрёл новый дом. Теперь воспитанники с персоналом, который заменяет им родных, переехали со Спартаковской на Гоголя. Большая территория, роскошные спальни, игровые, санчасть, музыкальный зал. В бывшем здании детского сада есть где развернуться. Наша съёмочная группа – одна из первых – заглянула в гости к ребятам. Пару месяцев назад, во время рабочего визита в педагогический центр по старому адресу, председатель горосполкома отметил скромные размеры учреждения. С того момента власти города не прекращали искать подходящее здание. Выбор пал на пустующий детский сад на Гоголе 50А. Это пример того, как здание, которое пустовало и не совсем хорошо выглядело, но были приняты определённые меры. И я скажу, что несмотря на то, что да, мы будем двигаться, но уже созданы великолепные условия для жизни наших ребят. И переезд их со Спартаковской улицы, с приюта бывшего сюда, лёг в душу, что они сами сейчас говорят, что всё великолепно. Прежде чем въехать, по новому адресу был сделан косметический ремонт. Заменены все окна, окрашено здание, стены, полы внутри. Сегодня, спустя две недели после переезда, персонал не может нарадоваться шикарным условиям. В первую очередь у детей появилась огромная уличная площадка. У каждой группы своя. В первую очередь хочется сказать спасибо городу за то, что мы переехали в новое здание. Потому что новое здание поражается масштабностью. Очень комфортные условия созданы для детей. Здесь светло, здесь уютно, здесь прекрасная дворовая территория. В состав социально-педагогического центра входит детский социальный приют. Детский социальный приют предназначен для детей от 3 до 18 лет. Дети попадают с разных семей. Музыкальный зал, игровые комнаты, просторные спальни, большая столовая, особая гордость – медпункт. Сейчас в педагогическом центре есть собственный изолятор. Туда попадают дети, которые только поступили в учреждение или же почувствовали недомогание. Во избежание распространения бактерий, воспитанники до приезда медиков остаются под наблюдением медперсонала в небольшой палате. По медицинской части очень большие плюсы, потому что мы вместе с большим просторным кабинетом приобрели еще изолятор, который по всем санитарным правилам, нормам этот изолятор должен быть в любом учреждении закрытом, в детских садах, учреждениях. И мы наконец-то приобрели вот этот изолятор. Я очень довольна. Впереди еще много работы. Предстоит заменить двери, закупить мебель, обновить материально-техническую базу. Но уже сегодня, можно сказать, 27 воспитанников, педагоги, персонал не перестают благодарить за новый дом. В непростой момент жизни, когда малыши остаются без заботы и любви, самых родных, их брошенные сердца очень нуждаются в тепле, уюте, доброте. Кристина Риянс, Максим Калинин, Бобруйск 360. Праздник с музыкой и танцем во Дворце искусств города прошло торжественное мероприятие. Мир и единство – сила народа. Пока главный зал ждет большой концерт в фойе первого и второго этажа, гостей встречают тематические выставки. Экспозиции пестрят элементами народного творчества бобруйских мастеров, историческими артефактами и работами молодежи. Сейчас вот разговаривали с женщиной, которая делает обереги каждому празднику. Это душа народа. Душа народа, душа каждого человека, который вкладывается. Безумно приятно находиться в городе Бобруйске. Еще разочек, всех с праздником. Удовольствие нереальное, честное слово. Сразу после праздничный концерт председатель Бобруйского госполкома награждает лучших работников и передовиков производств. Детская школа искусств номер один имени Текотского города Бобруйска. Творческие коллективы города передают в концертных номерах красоту, самобытности, культуры, горечь событий начала прошлого века и торжество воссоединения. Народ Синеокой преодолел немало испытаний. Наш долг помнить о нашей истории и о тех, кто в разные времена боролся за право белорусов называться нацией. В продолжении темы уже в этот четверг, 19 сентября, под светом софитов. В честь празднования Дня народного единства на площадке у Дворца искусств развернется масштабная концертная программа. Зрители ожидают выступление лучших коллективов города, шоу от рекордсмена Книги рекордов Гиннеса, дискотека от Зефир-ФМ, мастер-класс от футбольного клуба Белшина, праздничный салют и многое другое. Начало в 17.30, вход свободный, а сразу после акции дискотека. Не пропустите главное событие этой осени. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok